Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию очередную личиночку. В прошлый раз мы с вами вязали вот такого вот личинку ручейника. Сейчас мы с вами попробуем связать личинку комарика, которая вылетает на линьку. Я немножко огрузил цевьё, так как наши рыбаки в основном ловят на него хорошо окуня. Поэтому желательно, насколько возможно, огрузить. Прихватил нитью, пока ничего дальше не креплю. Подготавливаю следующий материал и слегка промажу клеем. Здесь для того, чтобы 10 раз не мотать одно и то же, я взял вот такой силиконовой резиночки, маленький кусочек. И у меня оставался по остаткам кусочек вот такой красной силиконовой резинки. Мы их сразу начинаем крепить в точке грудки, для того, чтобы равномерно распределить по всему телу. Прихватили и в натяжку по всему телу до середины загиба это всё проматываем. Вот где-то вот так. И теперь, используя нить, подравниваем наше тело. Постараемся выровнять небольшие неровности, которые мы создали. Сделаем узелочек. Отрежем нить, чтобы нам пока не мешало. Беру красный силикон и в натяжку с небольшим шагом, так чтобы потом в этот промежуток попал мой силикон цветом шартрез, я проматываю тело вот приблизительно вот так, с таким расстоянием. Дошли до крепления грудки, придерживаем и закрепим нашу нить снова. Подхватили силикон, закрепили его окончательно. Подтянули и остатки отрезали. Теперь, немножечко, совсем-совсем чуть-чуть, необходимо проклеить клеем по спинке. Вот так, совсем-совсем чуть-чуть клея. И теперь в эти промежутки мы должны с вами попасть другим нашим силиконом. Сделали вначале полный оборот и дальше в натяжечку начинаем сегментировать, попадая в промежутки нашим зеленым. Я намpatился клея. Закрепили, подтянули, остатки отрезали. И теперь нам с вами понадобится немножечко материал, который может и не быть у вас, но можно заменить его блестящим люрексом. Это вот такой полипро-ярн, это антрон белого цвета. Если по каким-либо причинам у вас нет, я с успехом использовал вот такой даббинг. Или же можно использовать блестящий люрекс. Теперь мы с вами должны примотать одну вот такую кисточку. Ну, перед этим я возьму совсем щепоточку спера индюка. Или же можно взять спера охотничьего фазана. Это что у вас будет под руками и как вам будет удобно. Я возьму это из индюка. Совсем-совсем немножечко. Совсем вот такой небольшой величины щепоточку перьев. Подровняю их. Подрежу, чтобы лишнего не было. И вот здесь, в месте, где наша будет грудка, обхватывая вот так, закрепим. Подтянули, подровняли. Следим за тем, чтобы наш будущий чехольчик находился строго поверху. И теперь здесь мы уже можем крепить наш антрончик. Можно заменить пленкой. Можно то, что у вас будет под руками, если нет индюка. Я вот так вот один пучочек. Желательно его сразу вот так немножко как развести. Не отрезаю. И прихватываю с другой стороны. Теперь я беру, подворачиваю наш антрон назад. И в этом месте вот так его подхватываю. Для дальнейшего нам необходимо совсем-совсем немножечко взять пера павлина и сформировать здесь небольшую грудочку. Поставлю перо, чтобы не было, крючок, чтобы было удобно. Вот так. Сделаем парочку оборотов, чтобы нить не убежала. Можно дабингом сделать грудку, как вы сочтете нужным. И здесь я стараюсь сделать пышненькую в виде шарика грудь. И в районе колечка крепим остатки пера и отрезаем. Вот так. Теперь я беру антрон, который мы закрепили. Прихватываю сперва с одной стороны. Вот так. Следим за тем, чтобы он располагался вдоль цевья. Вот так. И теперь вот этим своеобразным чехольчиком я накрываю сверху. Я добавил капельку лака на чехольчик, который выполнен из индюшиного пера, так как это является слабое наше звено. И промазал капелькой клея лаком можно. Узел, который мы с вами закончили вязать мушку. И у нас вышла вот такая незатейливая личиночка, которая работает тоже практически круглый год. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.